Позорное небо над городом нашим, и звезды сегодня, и ярче, и краше. В доме офицеров флота звучит музыка с севастопольским характером. А написал ее Яков Машарский. Мелодии этого композитора они смолкают больше полувека. 200 с лишним песен для него не предел. Свои 90 Яков Маркович по-прежнему творит. На его концертах всегда аншлаг. Главное правило – трудиться и быть полезным. В этом секрет успеха и молодости. Я живу жизнью города. Я стараюсь, чтобы городу что-то было от меня полезное. Вот я написал песню по случаю пятилетия русской весны. Специально заказал стихи и написал песню «С днем рождения русская весна». Вот сегодня я буду это исполнять. Так же и детские песни я пишу, чтобы детям было интересно и было, что петь. Честно говоря, а детям… Да детей мало сейчас пишут. Это неприбыльное дело. Вот я все делаю, делаю все это бесплатно. Декабрьский концерт Яков Машарский назвал лаконично. «Севастополь – мой верный друг». На сцену вышли не только заслуженные артисты, а и дети. Они, по мнению композитора, самые искренние исполнители. Яков Маркович – давний друг нашего училища. Он традиционно дает специальные небольшие мастер-классы, участвует в наших концертах. Мы с ним вместе играем на рояле. Ребята, которые занимаются на музыкальных инструментах, с удовольствием берут у него уроки. Он необыкновенно разносторонний, талантливый человек. И мы очень гордимся дружбы с таким человеком, как Яков Маркович. Негласный гимн молодежи – ребята севастопольской прописки. Эту песню поют в школах, лицеях, училищах. И для композитора это радость. Я издал свой сборник детский, раздал во все школы. Во все школы и города, и сельской зоны. Мало того, сделал даже фонограммы, минусовки, аккомпанемент. И тоже раздал для многих школ, для многих творческих коллективов, чтобы дети могли петь. И они этим делом пользуются. Так что стараюсь быть нужным, полезным. Это меня как-то поддерживает, что я живу не даром. Яков Маркович родился в казахстанском Семипалатинске. Но Севастополь тоже считает родным. Для Белокаменного он многое сделал. Например, в 1995 году создал Союз творческой интеллигенции города. Его лидером остается до сих пор. Человек земного масштаба. Этот человек большой судьбы. Он служил на Камчатке, служил на Черноморском флоте. Человек прожил, в общем-то, нелегкую и довольно интересную жизнь. Отзывчивый, очень добродушный. Очень много помогает молодежи, много помогает нам. Благодаря ему я вот тоже стал солистом в ансамбле Черноморского флота. И стал исполнителем именно его песен. В планах Якова Машарского новые песни и концерты. Но главное, своим мастерством он делится с молодежью. Это значит, у композитора будут продолжатели. Александра Акимова, Александр Коплун, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.